Глава 12. Центр социальных программ компании Неовирт. Немолодой мужчина сидел в кабинете, склонившись над бумагами. Обстановка в кабинете была в белых тонах, окон в нем не было, а мягкий дневной свет шел с потолка. Ламп заметно не было и казалось, будто сам потолок светится. Дверь была приоткрыта, и в нее заглянула голова совсем уж старенького мужчины. Пару мгновений она понаблюдала за спиной у стола, а затем втянула чуть сгорбленное тело в комнату. Несмотря на внешнюю старость и сутулость, в походке вошедшего старичка чувствовалась энергия. Старичок подошел к мужчине и положил руку тому на плечо, отчего мужчина вздрогнул. Ох и напугали вы меня, Сергей Михайлович. Никогда не понимал вашей привычки подкрадываться. Знаю. Сам иногда не замечаю. Раз и снова кого-то напугал. Наверное, это все-таки маразм. Что заставило тебя так задуматься, что ты не заметил окончания рабочего дня? Объект 7838 военный. У него нестандартный случай. Военных у нас много. Что в нем особенного? Ну, я бы сказал все. Он из броневойск, прапорщик. По психоматрице четкая четверка психомоторной подмены. Виртуальность ему представляется без изъянов и в полной мере. Так это же хорошо. Что тебе не нравится? Эмоциональные срывы. Периодические адреналиновые кризы еще объяснимы игровыми моментами. Но вот меланхолия и депрессия в игре... Эх, Енуш. Сколько ты у меня уже в протеже? Десять лет? Не понимаешь что-то? Копай с самого начала. Сколько раз повторять? Личное дело от военных есть? Есть, Сергей Михайлович. Только пришло. Ну и кому сидим, Енуш? Давай, почитаем. Что у аяк на него есть? Мужчина передал папку с документами старичку, а сам откинулся на кресле, остановив взгляд на потолке. Так-так... Психологические срывы, замкнутость, неподтвержденные посттравматические галлюцинации. Неплохой наборчик. Так... Енуш, ты смотрел его физиологическую карту? Нет. Зачем? В армии был, значит, здоров. Енуш. Посмотрел бы, не сидел бы в неурочное время. Взгляни. Хм... Мутант. Ну, бывает, что тут такого? Железы внутренней секреции. Перестань жевать сопли и будь внимательнее. Перестань смотреть только генетическую расшифровку. Будешь продолжать в том же духе, и я вообще на пенсию никогда не уйду. Не на кого будет все оставить. Гипертрофия мозжечка, щитовидная, тестикулы... Господи, это же что за коктейльчик гормонов у него в крови болтается? Если бы ты, Енуш, хотя бы на его рост обратил внимание, уже бы задумался. В армии рацион питания и адреналиновые ситуации сглаживали гормональный фон. А сейчас это все вылезло. Рацион у нас усиленный, без блокаторов, тестостерона и других гормонов. Вот гормональный фон и пошел в разнос. Отсюда и перепады настроения. Отсюда и меланхолия и вспыльчивость. С тестостероном проблемы, он не может сбрасывать его естественным путем. Это как? Почему? У него расовые ограничения на половые связи, только с расами гигантов. Енуш, ты понимаешь, что ты натворил своей невнимательностью? Сейчас нам придется вмешиваться в игровой процесс. Ты хоть подумал, во сколько это может встать компании? Если будет иск от этого объекта, то все издержки повесят на тебя. Если бы ты сразу не проворонил гормональные сдвиги, ничего бы этого не было. Система не дала бы ему расу гиганта, их в игре меньше полпроцента. И что теперь делать, Сергей Михайлович? Заметать следы, Енуш, заметать следы. Значит так. Сейчас я дам тебе право админа. Пишешь объекту системку. Вы переутомлены, требуется отдых, медикаментозный сон, плановое обслуживание капсулы и так далее. Придумаешь что-нибудь. Главное, часов на восемь он нам нужен в реанимационной капсуле. Там мы его обследуем и, если надо, оперируем. Если нет, то проводим медикаментозную корректировку гормонального фона. Далее возвращаем его обратно в игровую капсулу. В итоге все довольны, все нормально. Если раз прокатит, то следующие полгода за него можно не волноваться и при необходимости повторить процедуру. Да и добавить в рацион питания ему блокираторы тестостерона. На кого мы спишем расходные материалы? На твою зарплату, Енуш. Может ты после этого начнешь более внимательно относиться к своей работе. Ты понял меня, Енуш? Да, Сергей Михайлович. Леголас. Я сидел в таверне пьяный ерш и рассматривал алкаша. Он валялся лицом в тарелке с салатом. Сколько себя помню, он всегда тут валяется. Квестовый НПС, что ли? Ни разу к нему не было квестов. О, Таблеткин. В серой потасканной хламиде капюшон одет так, что лица не видно. Слишком примечательный бедняк. Взгляд так привык к роскошным мантиям, величественным посохам, что такая вот бедность аж глаза режет. Тем временем, предположительно, Таблеткин подошел ко мне. Леголас. Дождался моего кивка и представился. Таблеткин, будем знакомы. Матадора еще нет? Нету. Где шляется эта парнокопытная? Опять падист ругает деревяшки. Да, по-моему, ему это просто нравится. Да, Моття у нас оригинал. Вы с ним, кстати, в город насекомых ходили? Да, слились на первой же толпе местных жуков. А поподробнее? Там жуки на перекрестках стоят толпой по 5-6 штук. И обязательно по 2-3 жука-панцирника. Это те жуки в плотном хитиновом панцире, с рогом на морде, на крабов похожие. Они связывают муть убоем и не пускают вперед. А позади них начинают плеваться кислотой синявки. Это те, что с голубым хитином? Мелкие козявки. Да, они. Позади них карликовая матка. Мелких рабочих трутни мечет, как пулемет. Мотят до синявок дотянуться не успел, а меня уже облепили трутни. Я слился первым, а потом и мотю слили. В этот момент дверь открылась и в таверну вошел Матадор, привычно топая, как слон. Матадор. Я вышел в таверну и обнаружил за столом нашу компанию, о чем-то усердно спорящую. Здорово, ушастый. Давненько тебя не видел. Поприветствовал я эльфа. Я тоже рад тебя видеть, рогатый. Ну что, все в сборе? Угу, промычал таблеткин. Кто огласит список вопросов сегодняшнего дня? Давай я. Предложил леголаз. Возражений не имею. Принял я кандидатуру ушастого, поддержав официальный тон нашего совещания. Вопрос первый. Твое, Мотя, отношение к игре? Тут я нахмурился, не совсем поняв, о чем речь, а ушастый тем временем продолжил. Второй вопрос. Мои проблемы с оружием. Нужен мозговой штурм, у меня кончились идеи. Третий вопрос. Тактика фарма нашего отряда. Четвертый вопрос. Профы. Кто чем будет в отряде заниматься и как выкручиваться без ботов-доводчиков? Ну и пятый вопрос. Стратегия и цели, как отряда, так и каждого. У кого-то есть что добавить? У меня. Может, поесть закажем? Думать на голодный желудок у меня почему-то плохо получается. Я поддерживаю. Присоединился ко мне ушастый. Мне воды и хлеба, как обычно. Выдал Таблеткин. Я ушел к бармену сделать заказ. А когда вернулся с подносом с неди, мы продолжили импровизированное заседание. Итак, вопрос первый. Твое отношение к игре, Мотя? Начал наезд ушастый. А что с ним не так? Что за безразличие к игре? Почему ты решаешь проблемы и исправляешь ошибки только после того, как с ними столкнешься? Есть же форум, есть гайды. Ты же мог вычитать уже все нюансы. Тебе не интересны твои? Заметь, Мотя, твои навыки и характеристики. Так, давай по порядку. Мое отношение вполне закономерно. Мне это просто не нужно и неинтересно. Мотя, ты же не представляешь, насколько огромен и многогранен этот мир. Это же мир. Ты вообще не видишь дальше собственного носа. Не путай, Леголас, реальный мир и этот. Ты живешь в этом мире, я подчеркиваю, живешь. Я тебя ни в чем не виню. Я просто констатирую факт. Тебе ничего не светит в реале, а здесь у тебя куча возможностей. Заработок, друзья, битвы, женщины. Для тебя тут жизнь. А про нас ты ушастый подумал? Я тут работаю. Работаю, чтобы в реале получить новые конечности. Просто работаю, как и Таблеткин. Я повернулся к Таблеткину и спросил его. Таблеткин, ты в курсе, сколько в этом мире континентов? Ммм, эээ, я читал про четыре. С осторожностью сказал Таблеткин. Я ставлю на пять. Нет, четыре. Эээ, все-таки пять. Да, я ставлю на пять. Сделал свою ставку я. Вообще-то шесть. Обломал нас всех эльф. Если ты не заметил, то нам это знать, собственно, и не нужно. Таблеткин вот много про мир знает просто потому, что он в библиотеке просидел фиг знает сколько. Да и до сих пор пропадает иногда. В общем-то, Мотя прав. Поддержал меня Таблеткин. Мы не на том уровне, чтобы решать политические заморочки кланов или местных государств. Мы, я так понимаю, команда фармеров. Цель – заработок. Ну и, конечно, все, что для этого необходимо. А вот по поводу навыков и характеристик я тебя не понял, признался я. Что ты имел в виду? Какой у тебя уровень, Мотя? 81. И когда ты последний раз распределял характеристики? Уровни так на 25-м. Тебя ничего не смущает, Моть? У тебя должно сохраниться 280 свободных очков характеристик. И что? Зачем их сейчас тратить? Таблеткин, мне не хватает силы или выносливости? Я, может, нуждаюсь в интеллекте или ловкости? Обратился я за помощью к Таблеткину. Нет, Мотя, ни силы, ни выносливости тебе пока не надо. Нам сработанная патя с ДД нужна. Вот и я о том же. Они же карман не тянут. А за полное погружение мне все равно постоянно и сила, и выносливость капает. Даже ловкость иногда перепадает. А навыки? Я своими-то открытыми навыками пользуюсь через раз. Нет, я не против. Если надо для дела, то буду пользоваться. Даже новое выучу. Просто пока и без них справляюсь. Столкнемся с проблемой. Там и думать будем. Он вывозит за счет голой силы и доспеха. На толпе массовый агр использует. И долбит все, у чего есть хитпоинты. Мы когда начинали, он вообще жуков своих щитом плющил, как мухобойкой. Ступился за меня Таблеткин. Да ладно тебе. Это всего один раз было. Начал оправдываться я. Зато какое эпичное было зрелище. И морду тебе кислотой сожгли, будь здоров. Ух, помню, как ты ревел на всю округу от боли. Первый вопрос считаю решенным. Объявил я, пытаясь сменить тему. Таблеткин до сих пор припоминает мне тот случай. Поддерживаю, сказал Таблеткин. Будь что будет, сказал леголаз и продолжил. Второй вопрос. У меня проблема с основным оружием. Я разучился стрелять из лука. Без программы доводчика выстрела я сутулый, близорукий, неумеха. Стрела летит куда угодно, но не туда, куда я хочу. Про финты с изменением траектории полета даже думать нечего. И где тут проблема? Удивился я, несообразительности ушастого. Значит, противник должен быть поражен, даже если стрела попала рядом. Возьми да примотай к стреле гранату. Ну или что тут вместо них? Пусть стрелять-то будешь медленнее, и стоимость стрелы вырастет на порядок, но и урона от такой стрелы будет значительно больше. Но мне пересеклись такие взгляды, как будто я им тайну мироздания открыл. Чего вы так уставились? А ведь это мысль. Стрелу с рунами на взрыв. В принципе, я могу такую вязь начертеть, задумчиво пробормотал Таблеткин. Ну, тогда и само древко могу сделать я. Кровавый вяз подойдет. В него огненная магия очень хорошо вплетается. Для мастеров магии огня из него посохи и жезлы делают, задумчиво сказал я. Погодите, я же стреляю примерно в ту сторону, куда целюсь. Точность только в направлении полета. Вы хоть представляете, какой силы должен быть взрыв? Нет, это ты не представляешь, что творит рунная магия гномов. Усмехнулся Таблеткин. Угу. Если с точностью совсем швах, есть смысл перейти к арбалету. У тех же гномов прицел с увеличением закажешь. Можно еще плечи арбалета потуже сделать, из моренного изумта, например. Толщину подобрать, чтобы у тебя впритык силы натянуть тетиву хватило. Если арбалет будет достаточно мощным, то высчитывать поправку на ветер и расстояние не надо будет. Огромных дистанций по нескольку километров нам не надо. Ты прошерсти на аукционе. Может, найдешь что? Прикинь схему, узнай, сколько гномы за нее возьмут денег. Если сильно дорого будет, я и сам арбалет сделаю. Штука хоть и непростая, но не аннигиляционная пушка. Ага. А руны я могу навесить на арбалет. Таблеткин, я тебя умоляю. Ты только думай перед тем, как руны малякать. А то, чего доброго, арбалет так же вонять будет, как мой доспех. Что? Прям так уж воняет? Поинтересовался Леголас. Ничего, со временем привыкаешь. Попытался приукрасить картину Таблеткин. Если не переблюешься. Подытожил я. Подождите припираться со своим доспехом. Это ж что за арбалет получится? Это целая пушка выходит. А вы подумали, как моти под таким снарядом будет, если я рядом с ним по толпе шарахну? Вот как раз со снарядом можно и похимичить. Подготовить разные типы. Чистый взрыв, усиленный на урон или пробивание брони и так далее. В зависимости от цели и от ситуации. Разошелся Таблеткин. Дело, говоришь. Когда я еще не врезался в толпу, можно по низшим дарахнуть взрывной стрелой. А потом уж я массовый агр на себя использую. В итоге толпа на мне и я добиваю битых. Ты же, если враг мелкий, охраняешь и прикрываешь Таблеткина. Алибардой, что я сделал, ты, я так понял, владеть научился. Дождавшись утвердительного кивка Леголаса, я продолжил. Если враг достаточно крупный, долбишь по нему стрелами. Болтами. У арбалета болты. Поправил меня Леголас. Пусть будут болты. В общем, помогаешь мне, если враг крупный. И ты в него можешь попасть, не рискуя всадить болт в меня. Стреляешь обычными, ну или усиленными стрелами. Тьфу, болтами. Стандартная тактика наземных операций. Арт-подготовка с орбиты, высадка бронепехоты, налаживание службы обеспечения. Артиллерия точечно выбивает противника, если это возможно. Бронепехота продвигается вперед и сдерживает натиск наземных войск противника. А служба обеспечения подтаскивает снаряды для артиллерии и бронепехоты. Обеспечивает охрану артиллерии, ну и мелкий ремонт по возможности. Ничего нового, все давно уже придумано до нас. Собственно, второй и третий вопрос решен. Детали остались. Что еще не решили? Просил Таблеткин. Профы. Ребят, у меня открыта куча проф. С переходом на стопроцентное погружение я вне колеи. Боты-крафтеры не работают. Список проф для фарма пропал. А вместо него занятная надпись. Мастер-добытчик. Прошерстил все, что можно. Никто ничего подобного не видел. Пробовал снять шкуру с кролла второго левела за городом. Вместо великолепной искусно выделанной шкурки кролла получил драный кусок необработанной шкуры кролла. Проще говоря, я без ботов-добытчиков ингредиентов... Никакой, в общем. Закончил я. Ну и какой смысл вообще тогда в твоих профах? Я, если честно, не совсем понимаю. Я имею теорию по этому поводу. Уже не раз находил ее к подтверждению. Мешался Таблеткин. Излагай. Дал команду Леголас. Эммм... Тут целая лекция намечается. Мы не торопимся. К тому же профессии в пати – дело непростое и довольно важное. Не мнись. Давай, выкладывай. Поторопил я его. Если сформулировать кратко, то выходит примерно следующее. В полном погружении профессия персонажа не имеет ограничений ни по уровню навыка, ни по характеристикам персонажа, ни по предмету изготовления. То есть профессия в полном погружении не ориентирует персонажа на те или иные действия и не ограничивает, она носит описательный характер. Просто система в полном погружении не может ограничить действий игрока. Ну, не могла она не дать тебе, Мотя, надеть лезвие Алибарды Леголаса на древко. Она засчитала это как действие плотника. Я пытаюсь донести до вас мысль, что система в нашем случае не ограничивает нас профами, она лишь пытается описать наши навыки. Так, например, мой младший помощник библиотекаря вкупе с рунным начертателем и уймой прочитанных книг совершенно разной направленности превратили мою профессию в эрудит. Без уровня профессии, без какого-либо описания, эрудит и всё. Хоть стой, хоть пляши. Но характеристики также исправно капают. А ведь в этом что-то есть, пробормотал Леголас. Когда я пытался извлечь из крола сердце, оно у меня подсвечивалось и описание выскакивало. Тогда твои кривые руки, в смысле отсутствие у тебя реального навыка разделки тушек, не проблема. Этим могу и я заниматься. Ты главное пальцем тыкай, что брать, а сам на трэшевых ингредиентах будешь учиться. С алхимией у тебя как ушастый. Пробовал варить зелье. Сложно, но можно. Там же главное рецепта придерживаться. Походный набор алхимика у меня есть. Эмм, я насчёт трэшевого лута хотел спросить. Промямлил Таблеткин. Тебе денег мало, что ли? Просил я его. Денег много в принципе не бывает, возразил он. Я что спросить хотел? У меня жена без работы. Я хочу капсулу новую взять, а жену на подработку к нашей пати в старой капсуле завербовать, трэшевый лут таскать. Так там же копейки будут. Больше одной ходки она сделать не успеет. Золотых два-три за день. Попытался прикинуть я. Муать, у нас на Луне лишних два империала на дороге не валяются. Да и не нужно ей целый день тут сидеть. Ей ещё с детьми заниматься. Накормить, задания домашние разобрать, уборку по дому сделать. Я не жадный, ребят, не подумайте. Просто выбрасываем же. Один фиг пропадает, жалко ведь. А у нас на империал пять пайков армейских купить можно. Всё понятно. Видать тяжко у вас там совсем. Ну, сейчас я бы сказал, что мы довольно обеспеченная семья. Но были тяжёлые времена, чего уж греха таить. Очень тяжёлые. Плюгалас, ты как? У Ушастого возражений тоже не было, и я предложил Таблеткину. Я не против. Только пусть к нам порталом прыгает, а от нас с трэшем обратно бежит. Мы ей что подороже загрузим, чтобы портал окупить. Замётано. Тогда я сегодня капсулу новую закажу и кое-какие запчасти для старой. Да, вот ещё что. Нужно с бижутерией что-то решать. Клинился Леголас. Покупать её нецелесообразно. На бижутерию, которой надолго хватит, у нас деньги будут ещё очень нескоро. Середнячок стоит не так уж и много, но смысл его брать, если через месяц фарма, он нам погоды не сделает. Я готов взять на себя часть работы с металлом. Кузнецом я баловался без ботов. Даже до подмастерья дорос. Так, для удовольствия. Полноценный меч не выкую, но заготовки несложные, готов на себя взять. Да и гномам на поклон пойду, учиться у них буду. И что ты предлагаешь? Решил ювелиром заделаться? Спросил я его. Ну, что-то вроде того. Только мне ещё учиться надо. Да и руда у нас будет при желании. Тебе, Мотя, раз с Киркой ударить, и горы посыплются. Ты не сбывай, мы в город гномов пойдём, а у них что ни тоннель, то штольня. Тут что, сразу Мотя. Лес руби, горы осыпай. Не хочешь? Так пусть вон таблеткин пробует с Киркой. Не-е-е. С первого замаху сам себя зашибёт. Если поднимет. Констатировал факт я. Ладно уж, придумаем что-нибудь. Ты на себя берёшь металлическую ювелирку, так? А с камнями кто работать будет? Таблеткин. У него ограничений на камни нет? Нет. А бриллиант или опал тот же? Пусть драгоценные, но камни. Согласен. Хитрый ход получается. Но камни устанавливать всё равно Леголасу. С профами разобрались? Спросил Таблеткин. Подождите. Давайте подытожим. Ты ушастый. У нас будешь за ювелира, кузнеца и ещё по мелочи, которые с металлом связаны. В нагрузку берёшь алхимию, но только не стандарт. Зелье мы можем и на рынке купить. Таблеткин. Ты у нас руны штампуешь на всём, что не приколочено, лишь бы оно потом не воняло. Также занимаешься шлифовкой драгоценных камешков. Кстати, напомни потом, я тебе подарок смастерил. Я отвечаю за всё, что с деревом связано. Вопросы, возражения, пожелания. Ответом мне было молчание. Что же, давайте продолжим. Цели. Давайте, ребят, определимся, кто и чего хочет. Начинай, Мотя. Распорядился ушастый. Чего я хочу? Денег. И... Немного поразмыслив, я закончил мысль. Много денег. Логично. Давай поподробнее. Сколько надо, куда и зачем. Если слишком личное, можете не отвечать. Это, конечно, дело каждого, но хотелось бы понять, кого что движет. Что заставляет подписаться на фарм в стопроцентном погружении. Если не в курсе, то такое пробовали многие игроки. Дольше всех продержался отряд, сбитый из безработных слоны. Они отчитались на форуме о своих достижениях и о причинах ухода на пересоздание персонажа. И... Струхнули, пойди. Поинтересовался я. Ну, что-то типа того. Они два месяца фармили, их танк сдался первым. Его регулярно отправляли на респ. Хил у них слабоват был, да и руки тоже не из того места росли. В итоге, у танка начались панические атаки и, как следствие, психическое расстройство. Без танка у них группа начала разваливаться. Пару раз группа полностью уходила на респ. После этого они все ушли на пересоздание персонажей. Я так и думал. Струхнули. А что касается твоего вопроса? Ну, в общем, вы в курсе, что я инвалид бесконечностей. Восстановить руку стоит 220 тысяч. Ногу 210. Считаем. На руки и ноги мне необходимо 860 тысяч. Общался с менеджером медицинского центра, где этим занимаются. Он мне назвал сумму в 1 миллион 100 тысяч. Это он конкретно мой случай считал. Остальные деньги пойдут на курс нейронной реабилитации. То есть, мне уже надо миллион 100 тысяч. Это просто, чтобы я вернулся в то состояние, как был до войны. А ведь мне еще как-то жить надо. Я хочу выкупить купол и вернуться на Марс. Кусок земли там за мной числится. Собственность все-таки. Купол мне обойдется по прикидкам. Около 600 тысяч. Это если с военными договориться получится. Еще около 100 тысяч уйдет на терраформирование, закупку оборудования и сельхозкультур вместе с животными сельхозназначения. В общем, по моим подсчетам, мне потребуется от миллиона 700 тысяч до двух миллионов. После моих последних слов Таблеткин закашлялся. Водой подавился что ли? Откашлявшись, Таблеткин начал рассказывать свои планы. У меня запросы поменьше. Переезд с Луны на столичную планету. Небольшой уютный домик, желательно на берегу реки или моря. Ну и детей в земной институт отправить. Желательно со стопроцентной предоплатой обучения. Мы тут с женой посчитали, и у нас вышло около 650 тысяч за все. И это я еще думал, что мы сильно замахнулись. Сейчас услышал Мотю и понял, что мы поскромничали. У меня ситуация немного другая, взял слово Леголас. Я хочу попасть в топ рейтинга. И если уж повезет, стать стражем всех стихий. Поверьте, есть причина для этого. Среди многих плюшек для меня важно одно. Игрок, продержавшийся в топе более трех лет, воплощается в камни во Дворце всех стихий навсегда. То есть становится стражем всех стихий. Дворец стихий? Это там, где находится виртуальная часть Зала Славы? Попытался уточнить я. Да, во Дворце и Зал Славы есть. В главном зале, где стоят алтари всех стихий, есть каменные статуи. Шесть воинов и магов изображают охрану вдоль стен. Все эти воины и маги когда-то были игроками. Все они продержались в топе более трех лет, что вообще-то крайне трудно. Один из них нанес решающий критический удар королеве некромантов. За это ему дали титул «Истинный страж стихии». Ему не надо было держаться в топе три года. Это был единственный раз, когда ее убивали. Есть парочка стражей, которые до сих пор играют. В смысле до сих пор играют? Остальные что, бросили? Мотя, игре уже 72 года. Все это время она растет и развивается. За эти годы в игре не раз умирали. Из-за болезней или случайно. Были и программные ошибки. В общем, есть одно правило, согласно которому, если человек умирает во время игры, и он находится в первой двадцатке топа, после него остается могила-памятник. Возле этой могилы, в зависимости от рейтинга и заслуг, согласно поведению в игре, генерируют эффекты. Эти эффекты проявляются на месте и в момент смерти. И раз в год, по дате столичной планеты, эффекты появляются вновь. Это правило действует на всех стражей. Хм, странные правила. Я, немного помолчав, спросил. Так если я правильно понял, ты хочешь себе такую могилу? Дождавшись утвердительного кивка от ушастого, я продолжил. А для этого необходимо либо продержаться три года в топ-листе, либо умереть, когда ты в топ-20 рейтинга, либо совершить такой подвиг, который даже для этой игры будет из ряда вон выходящим. Все именно так, подтвердил мои слова Леголас. А что за эффекты, решил уточнить я. Ну, вот, к примеру, Адренель. Был такой лучник. Он был третьим, кого занесли в стражи всех стихий. Умер он на 238-м левеле. В то время уже был сервис по обеспечению и содержанию инвалидов. Он был паралитиком, как и я, правда, только ниже пояса. О приближающейся смерти ему сообщили заранее. Насколько знаю, у него сначала отказали почки, потом печень, а когда в мозге стала расти опухоль, он отказался от операции. Печень с почками ему заменяла капсула. Никто не знает, почему он отказался от операции. Леголас отхлебнул из кружки пива, принесенного барменом, и продолжил рассказ. Адренель был одним из основателей и главным крупным калибром клана Темные Вороны. Говорят, он перед смертью написал мемуары, и что эти мемуары охраняются в клане получше любой казны клана. Могилы же его находятся на мысе Грома. Там есть скала у самой воды. Об эту скалу постоянно бьются волны, отчего там стоит постоянный грохот. Довольно ветреное место. Это западный мыс нашего континента. Там стоит памятник. Стройный высокий эльф стоит лицом к морю, в руках у него продолговатая штуковина, по описанию похожая на старинную скрипку. Раз в году, 5 мая, по календарю Земли, на мысе смолкает грохот и прекращается ветер. Наползают тучи, но дождь не идет. Солнце не показывается до заката, а к закату тучи расходятся, и солнце ярким красным шаром зависает над поверхностью воды. Весь день играет музыка, довольно необычная. Играет всего один инструмент. Администрация объяснила, что эта музыка старинной скрипки и статуя Адренеля, смотрящая на закат, держит в руках именно ее. В этот день по прихоти системы там закрытая для боев в любой форме зона. Даже обоюдные дуэли запрещены. Там собирается вся верхушка клана Темные Вороны. После того, как Леголаз закончил рассказ, воцарилась тишина. Я же задумался о том, как много значит для Леголаза эта игра. Нет, правильнее будет сказать этот мир. Он уже отбросил реальность и живет, любит, ненавидит и уже подумывает о том, как умрет в этом мире, а не в реальном. Печально? Я бы не сказал. В реальности ведь основная масса людей также живет. Любит, ненавидит и думает, как умрет, и что после себя оставит. Я бы назвал эту игру пристанищем лишних людей. Людей, которые в силу психических, физических или еще каких причин не нужны в реальном мире. Это их мир и складывается такое ощущение после услышанного, что делался он для них. Пусть не весь, но львиная доля точно. Ты сказал, что в топе какие-то еще плюшки есть. Человек, продержавшийся в топе год, получает денежное вознаграждение. Сказал мне Леголас. Угу, ты говорил, 100 тысяч. Припомнил я. Если ты в первой сотне, то 100 тысяч в первый год, во второй год 200 тысяч, в третий, соответственно, 400 тысяч. Если ты вошел в топ 50, то все удваивается. Соответственно, 200, 400 и 800. А вот если ты вошел в первую двадцатку, то тут уже другие цифры. 500 тысяч первый год, миллион за второй год и два миллиона за третий год. Ух ты ж, не чертай себе суммы. Теперь понятно, почему в топе постоянно резня идет. Я, кажется, понимаю основную причину того, что за столько лет всего в игре было шесть стражей стихий. Как только кто-то идет на третий год, все тут же начинают резать счастливчиков. Не из-за договора между собой, а просто из принципа «подосри ближнему своему», сделал умозаключение вслух я. Верно подметил Мотя. Начинается тотальная охота. Существует даже тотализатор. Кто завалил, сколько продержался в топе и так далее. Кстати, об охоте. Я тут в аукционный дом ходил. Угу. Там сегодня клан Темные Вороны к казну эпиков распродавал, подал голос Таблеткин. Ага. Так вот. Там были торги за эпический меч. Меч Семи Смертей. Что в нем такого, что его за миллион двести пятьдесят тысяч купили? Аааа, это очень интересный экземпляр. Меч Семи Смертей может убить кого угодно одним касанием. Семь раз. После этого он испаряется. Всего за историю игры их было два. Вот второй сейчас и продали. Объяснил мне Леголас. Хм. А с виду невзрачный такой меч. А ты что на аукционе делал, мать? Да, кстати, вспомнил. Вот. Я выложил незаконченные бусы на стол. Я там искал нить какую-нибудь необычную для четок. Ты, Таблеткин, говорил, бусы тебе будут нужны. Вот только как их закончить я ума не проложу. Что им еще надо? Бусины из белого тиса, тесьма из волоса с грива белоснежного единорога. Руны. Таблеткин склотнул и, не отрывая взгляда от четок, продолжил. Этим четком нужны руны. 108 изначальных рун. По одной на каждую бусину и краска. Да, краска сложно составная. На каждую руну придется свою краску замешивать. Чего ты с ним? Взгляд какой-то маниакальный и ручки смотри, как затряслись. Сказал я леголазу. Это синдром эпика мотя. Таблеткина понесло. ответил мне эльф. Мне это в библиотеку надо. Да, точно. Мне очень надо в библиотеку. Там это фолиант один интересный был. Тетки уже перекочевали в его руки, а эти самые руки уже нервно их перебирали. Ну, я пойду. Иди уж, сказал леголаз и обратился уже ко мне. Надолго он с ними зависнет. Пару дней фиг достучимся. Маньяк чистой воды. Не удивлюсь, если он камни вместо хлеба жрать начнет. Я отхлебнул темного пива из кружки и тут же поперхнулся от слов эльфа. Это девятый ранг аскета, сообщил мне он. Хм, хм, порыкашлялся я. Чего? Он что, серьезно будет жрать камни? Серьезней некуда. Это условие перехода на девятый ранг. Отказ от мирской пищи. Про десятый ранг никто ничего не знает. Вот террас. Сурово это. Меня, кстати, завтра тоже не будет. Системка пришла, мол, траля-ля, ваш мозг кипит, будете принудительно усыплены. Я взглянул на дверь, в которой уже скрылся Таблеткин, на спринте ушуршал. Ага, у меня такие тоже бывают, один раз даже будили, в другую капсулу перекладывали, то ли ремонт родной капсулы был, то ли еще чего. Я, пока вас нет, займусь обмундированием. Тебе советую поискать крафтера-инженера покруче, чтобы он тебе арбалет своял, или гнома, если деньги есть. Арбалет нужен по высшему пилотажу. По уму нам бы самим его сделать, но, сам понимаешь, гемора будет много. В общем, я предлагаю исходить из ситуации. Если хороший арбалет больно дорого выходить будет, пиши, будем делать сами. Посмотрю, что можно сделать. Я так и планировал. Я еще квест по родословной прохожу. Вроде как намечается приемная семья гномок кузнеца. У меня репа с гномами на уровне знакомой. Как закончу, должна быть уважение. Вроде пока все срастается. Тьфу-тьфу-тьфу. Тут что через левое плечо плюет. Я вспомнил папу и удивленно посмотрел на ушастого. Ты тоже в черте веришь? Да нет, это примет такая, чтобы все задуманное прошло хорошо. Не помню, у кого на матушке земле такая примета была. То ли у русов, то ли у англов. У русов. Черти, это их фольклор. Мой папа говорил, мы корни от русов взяли. Мы еще поболтали о том о сём, напили пиво и плотно поужинав разошлись. Я с набитым желудком поднялся к себе в комнату и завалился спать.